Здравствуйте, в студии Артём Кобзев, и я приветствую у нас в гостях лидера региональной общественной организации социальной поддержки молодёжи студенческой общины Василия Овчинникова и вице-президента студенческой общины Михаила Арутюнова. Добрый день. Здравствуйте. Беседовать мы сегодня будем об итогах акции «Георгиевская ленточка». Уверен, наши слушатели знают, что это такое, но, тем не менее, давайте для затравки нашей беседы напомним всё-таки, как это началось, как это проходило. Вам слово. Во-первых, спасибо, что позвали. «Голос России» всегда был той радиостанцией, которая самая первая анонсировала старт акции, и приятно, что мы, собственно говоря, сегодня первый день, когда можно подвести итоги, я думаю, что мы их сегодня подведём. Ну, а что касается акции, то восьмая акция прошла у нас, акция, очень масштабно, то есть, я бы сказал, даже рекордно по масштабам в этом году. Это у нас более трёх с половиной ленточек мы раздали только в Москве. Трёх с половиной миллионов? Трёх с половиной миллионов, да, миллионов в Москве. Примерно столько же раздали по всей России, и где-то около более чем миллион лент. Это 92 страны мира, где тоже прошла в том или ином виде акция, где-то более масштабно, где-то менее, где-то там узким кругом, где-то очень широко и при поддержке местных каких-то властей. Вот можно об этом чуть-чуть поподробнее, потому что понятно, что 92 страны – это очень много. Всюду одинаково хорошо, акция одинаково масштабно не могла проходить. Где лучше, где хуже, где меньше, где больше. Ну, нельзя говорить лучше-хуже, ну, по-разному. То есть, эта акция всё-таки общественная, она такая не государственная. И, в общем, здесь то, как она проходит, зависит от людей, да, от тех, кто эту акцию или помогает организовывать, или те, кто просто повязывает ленточки в той или иной стране. Здесь, действительно, везде по-разному, то есть, в Арабских Эмиратах у нас русская община, которая, она даже таким с православным уклоном помогла, то есть, привезли ленточки из Москвы, и там канун 9 мая эту акцию провели. В Европе более масштабно это проходит и при поддержке Министерства иностранных дел, и при поддержке Россотрудничества в культурных центрах наших, за рубежом российских культурных центрах, можно было прийти нашим соотечественникам и ленточку получить. И там уже несколько тысяч людей воспользовались такой возможностью, и просто в частном порядке, там, зашли, взяли ленточку, и на сумку, там, на автомобиль или на одежду повязали себе ленточку. Ну, везде, везде по-разному. То есть, событиями, конечно, акция сопровождалась какими-то дополнителями, только, наверное, в Москве и в крупных городах России. То есть, у нас это дополнительные праздники, были кинофестивали, герой ленточки и так далее. А, да, за рубежом больше, ну, больше как акция памяти о Великой Победе. Правда, иногда нам люди писали о негативных моментах, например, во Львове, да, вы, наверное, знаете, приспустили государственные флаги украинские, привязали к ним черные травы на ленточке 9 мая, и вот так вот отметили День Победы, собственно, в Западной Украине. О негативных моментах мы еще поговорим, но пока давайте о хорошем. Вы сказали, что помогали вам Россотрудничество, МИД, еще кто-то, я знаю, РИА Новости вам помогали. Ну, РИА Новости партнеры, соорганизаторы акции все эти годы, поэтому здесь это мы как одним коллективом действуем, остальные помогают, так это скорее называется. Понятно. По поводу Москвы, вы сказали, что были праздничные мероприятия, фестивали, что конкретно, расскажите нам. У нас 28 апреля на ВВЦ был хороший фестиваль молодежный, он такой, молодежный культур, там и велосипедное движение, и, в общем, много тех коллективов, там, молодежных субкультурных, которые в Москве были, они таким образом тоже присоединились к акции, то есть в одном месте, в одно время там, в том числе там раздавались ленточки, велосипедисты там повязывали, все на велосипеды ездили по Москве, там выполняли разные задания. Кинофестиваль у нас 5-го числа, мы посмотрели, премьерный показ был кинофильма Шахназарова «Белый тигр», то есть вместе с ветеранами, с молодежью, да, посмотрели вместе кино, это тоже было приурочено к акции «Георгиевская ленточка», ну, это как один момент из всего кинофестиваля, который там, ряд фильмов в государственных кинотеатрах, это при поддержке Москино в Москве проходило, ветераны и молодежь смотрели как старые, так и новые фильмы о войне, о событиях войны, о каких-то там моментах, связанных с Великой Отечественной войной. Кто-то из режиссеров, маститых режиссеров, помимо Шахназарова, принимал участие? Ну, Шахназаров сам приехал, ну, нет, другие фильмы, там же фильмы старых лет, если были, да, то есть это уже без такого сопровождения какого-то режиссерского обстановочного. Да, предстарт такой акции 18 апреля на неделе интернета под Москвой, где собрались самые крупные интернет-компании, проекты, собственно, волонтеры раздавали, повязывали «Георгиевскую ленточку», там презентовали, собственно, возможность привязывать «Георгиевскую ленточку» к аватару, к своему интернете, поэтому... А вот, кстати, по поводу привязки к аватарам. В принципе, ленточки разных цветов являются, ну, традиционно символами различных идей, то есть красный бантик – это борьбы со спидом, синие – борьбы с цензурой в интернете, белое, понятно, протестное движение. Много попадалось аватаров с белой ленточкой, много ли с георгиевскими? Ну, много, на самом деле, большое количество. Более того, 9 мая даже до безумия дошло, когда люди ВКонтакте, ну, собственно, одноклассники предложили бесплатный сервис, да, то есть бесплатно в качестве подарка «Прикрепить георгиевскую ленточку» ВКонтакте сделала. То же самое, только в 10 раз мощнее, то есть ВКонтакте каждому пользователю раздал 10 ленточек с возможностью подарить их друзьям, и то есть нам, на самом деле, группу, официальную группу «Георгиевской ленточки» просто заспамили просьбами «прикрепить мне», мы в ответ прикрепим вам, то есть, ну, как бы, дети порой дошли там до некого критического пограничного состояния между здравым смыслом и этой ситуацией, ну, на самом деле, большое количество, это такое, ну, как бы, виртуальная реальность, интернет – это же некая такая параллельная жизнь, в ней тоже важно готовиться. – Возвращаясь от ленточек виртуальных к ленточкам реальным, вы сказали, что в этом году было 3,5 миллиона в Москве и Розенске, а сколько всего за эти годы вы подсчитывали, разошлось по всему миру? – Ну, предварительно грубо, потому что первые годы не так все считалось, не так все записывалось, и было больше, но примерно больше 50 миллионов ленточек – это то, что вот, ну, мы точно с уверенностью можем сказать, что были, и их люди повязывали. Может быть, и больше гораздо. – Ну да, это сложно посчитать, на самом деле, потому что акция неформализованная, мы фактически занимаемся вот конкретно ленточкой в Москве, еще в нескольких городах, все остальное – это наши партнеры, общественные организации и так далее, поэтому точных цифр быть не может. – Я даже готовился к этому интервью, читал, что в некоторых странах, где достать такие фабричным образом сделанные ленточки проблематично, люди просто вырезали из белой ленты и потом вручную их красили. – Ну да, лоскутки, ткани, бумага, то есть так это делалось в начале акции практически во всех странах за рубежом, то есть наши друзья там из американских вузов, студенты, ребята сами делали, рассказывали потом американцам и всем остальным, что такое война, когда она была и кто в ней победил. – А в принципе эта акция за границей, вне русскоязычных общин известна? – Она известна теми жителям граждан других стран, которые сталкиваются с либо выходцами из нашей страны, либо соотечественниками, либо студентами, которые обучаются, то есть, наверное, не более того. Хотя в Европе, конечно, знают акцию «Георгиевская ленточка», потому что она проходит с особым вниманием там и МИДа, а вот да, в США действительно мы знаем, что есть отзыв, собственно говоря, студентов, коллег США, которые, видя эту ленточку у ребят у наших, спрашивали, что это такое, что это значит, и были факты того, что себе тоже просили и тоже повязывали, хотя, может быть, не совсем понимали, и да, у них, может быть, не было никаких там предков, которые гибли, но вот люди с интересом относились к такой акции, да, такой вот международной акции, да, которая, как бы, почитает память именно советского русского солдата, да, освободившего не только Россию, да, и нам как-то завела свобода, но они же мир спасли от фашизма, и это мир тот, который понимает, тот, который узнает, да, студенты, которые об этом узнают и до них это доходит, конечно, тоже присоединяются к акции, но это, наверное, единицы, и сколько их, и кто это, мы, наверное, не скажем сейчас. В Англии в этом году, например, вот в русскоязычных школах строили такую большую тоже акцию всем ребятам, ну, школьникам, соответственно, англичанам и русским, которые там учатся, раздавали георгиевские ленточки, ребята сами, то есть там показывали даже повара, там, обслуживающий персонал английский, да, они всё равно тоже сами повязывали, рассказывали, почему это для них тоже важно Англия, ведь одна из немногих стран европейских, которая один на один с Гитлером два года воевала, то есть без Америки, там, и так далее. То есть для них это особо. Да, для них это тоже очень важно, то есть в отличие, там, действительно, от многих других стран, которые там только с подключением, в 43-м году подключились к войне. Особое участие в этом году, и вот помощник этого военного АТАШ здесь, они проводили мероприятия совместные ветеранов Британии и России, и они, то есть отдельно с вниманием к этому относятся, и благодарности нам, мы в переписке находимся, шлют, благодарят за то, что у нас есть такая акция, что мы там, по-своему, так вот чтим наших ветеранов. А вот можно об этом чуть поподробнее? Какие-то иностранные официальные лица с вами сотрудничают, принимали участие, может быть, в каких-то ваших акциях? Может быть, послы каких-нибудь стран, находящиеся в Москве? Ну, только вот с Британией у нас был такой хороший контакт, то есть мы действительно были в переписке, они попросили ленточек, мы им дали, то есть у них были события такого вот, ну, они к своим ветеранам с большим почтением относятся, и, конечно, приятно, что и мы к своим ветеранам так относимся. Да, у нас акция в основном направлена на ребят, на наших молодых, на молодежь, на подростков и на ветеранов. И вот то, что сама акция уже переросла в себя, как просто тот символ, и стала неким таким элементом праздника уже, таким всемирным, нам самим это еще, может быть, вновь как-то. И мы вот в этом году, сейчас по итогам акции, у нас поступило огромное количество просьб, мы в этом году сделали новый сайт, у нас редизайн, он удобнее, там есть много функций разных новых, да, и поступили предложения вот из Казахстана, из США, из Франции, из Китая, даже люди просят сделать их версии, да, собственно, китайские, английские и так далее, версии сайта, потому что им это тоже интересно читать, следить. Ну, это довольно показательный момент, поскольку отношения России и Англии переживали, в общем-то, не лучшие времена, а вот тут такая, можно сказать, ленточная дипломатия. Ну, может быть, народная дипломатия. Народная. Говоря о других странах, вы уже упомянули, что акция проводилась в Арабских Эмирадах. В Арабских Эмирадах, да. Википедия сообщает, что она была даже в таких совершенно экзотических странах, как Афганистан и далекий от нас Вьетнам. Она была в Лихтенштейне, да, 150 ленточек мы передали. Лихтенштейн, так, проще понять, поскольку, насколько я понимаю, девизом является «я помню, я горжусь» в Афганистане. Что помнят и чем гордятся? Ну, во-первых, там есть наши соотечественники. Я ещё раз повторяю, мы не... Эта акция не направлена на весь мир. Эта акция направлена на народ, который пострадал во время Великой Отечественной войны, пострадал, который совершал совершенно потрясающие подвиги на их наследников, на ребят, чтобы мы с вами обо всём помнили, о том, чтобы у нас ветеранов, на самом деле, не так уж и много осталось. И наша главная задача не сделать так, чтобы вот эта война, Великая Отечественная война, стала таким же, как бы, просто следом в учебниках, как война 1812 года, например. Поэтому есть наши бойцы, наши ребята, которые там работают. Там огромное количество русских людей. Понятно. Поскольку, как вы сейчас сказали, цель – это, чтобы не забывали об этих событиях. Вообще, на ваш взгляд, сейчас как с этим обстоят дела, как с преподаванием в школе? Ну, у нас уже, я не знаю, там, хорошим тоном стало ругать систему образования. Не знаю, не хочется в эту среду тоже погружаться. Ну, действительно, внимание Великой Отечественной войны, да, её, вот, отличие от Второй мировой войны, именно, роль именно советского народа, да, советского солдата, она с каждым годом из учебников истории потихонечку вымывается и становится в ряд других событий. И такие вот, собственно говоря, акции, как, да, там, Георгиевская ленточка, какие-то школы, где есть особое углублённое изучение, они все вместе делают там большую роль, хотя бы в канун 9 мая, школьников, помимо исторической программы, заставляют обращать внимание на те события, события тех лет, их роли, в общем-то, в нашей жизни сегодняшней. Только что мы говорили о важности сохранения памяти о событиях Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, говорили в основном о хорошем. Теперь давайте немножко в эту бочку мёда положим дёгтя. Вы сами упомянули некоторое время назад о событиях на Украине, можно об этом чуть поподробнее? Ну, своеобразное отношение к войне, да, своеобразное отношение к России у некоторых жителей, некоторых городов, в частности, Львова, например, да, и других городов на Западной Украине. И особенно больно, на самом деле, за тех людей, за тех ветеранов, которые там живут и которые это всё видят. Мы-то здесь далеко и узнаём об этом из газет. Нам вот пишут ребята, в том числе молодые ребята, о том, что в канун 9 мая на всех государственных флагах повесили траурные чёрные ленточки. Георгиевская ленточка там вообще считается чуть ли не там экстремистским символом каким-то. То же самое там присуще некоторым прибалтийским странам. Что тут можно сказать? Глупо, конечно. Хотя есть организации, которые, и часть общества, которые, ну, всё равно ленточки повязывают, да, всё равно отмечают этот праздник. И он проводится, и события дополнительные проводятся, и встречи с ветеранами, и так далее. Просто, скорее, это выделяется не тем, что прям вот какие-то города переключились, да, там, на вот такая у них позиция. Это просто у нас в Москве такую позицию не встретишь, да, или в России ни в каком городе. А вот есть, да, действительно, в Прибалтике, на Западной Украине отдельные там общественные, ну, такие организации, которые вот считают по-другому. И эти организации имеют некое влияние, да, на власть, там, на общество, и чем и пользуются. В том числе в такие вот, ну, важные события, да, когда это провокации, эти такие какие-то моменты будут более замечены обществом, и, ну, собственно, на это и нацелены в основном. При том, что акция проходит в Германии, в Италии, вроде бы в тех странах, в которых, как бы, можно было бы ожидать некой двойственной реакции, да, на такое, так, советское наследие. И там все это проходит совершенно нормально, и люди, ну, понимают, да, была трагедия, были там сумасшедшие фанатики, была сумасшедшая идея, были там подвиги. А тут совершенно непонятные они для нас, ну, ни для кого из наших, например, друзей, знакомых позиции. То есть, очень странно. На Украине этот разлом, известно, проходит между Востоком и Западом. Президент Янукович сам с Востока, как бы пророссийски настроенный политик, отказался повязать георгиевскую ленточку. Причем, я так знаю, уже второй раз подряд. Ему, собственно, кто предлагал это сделать? Не знаю. С совесть, может быть. Нет, я имею в виду, не позволило повязать, не позволило, а кто вот конкретно ему... Знаете, для нас очень важно, что в этом году президент Путин повязал георгиевскую ленточку на автомобиль, на лацкан пиджака. Было очень отрадно смотреть на наших хоккейных тренеров, на финал Кубка России по футболу, где все тренерские бригады обеих команд повязали георгиевские ленточки. То есть, ну, нам это ближе, для нас это важнее, это наша страна. Ну, Янукович, президент Украины, им там виднее. Раз выбирают, ну, такой манер поведения, значит, ну, посчитают нужным. Надо понимать, что он политик и в какой-то части заложник корректности некой, да, политической. Заложник некой, там, ну, ситуации поиграть на все фронта, да, то есть, потому что ему нужно быть публичным, ему надо быть заметным, надо всем угождать. Вот, поэтому, да, роль у него незавидная, и, видимо, этим, скорее всего, и обосновано отдельное его действие. Надо пояснить для наших слушателей, которые по какой-либо причине пропустили трансляцию инаугурации президента, что георгиевская ленточка была привязана у Путина на его автомобиле к российскому штандарту. Ну, да, и очень приятно, что на это обратили внимание, да, и комментаторы, то есть, это, да, нам приятно, потому что акция общественная, и, ну, как бы мы ни хотели, да, то это все-таки приятно, когда лидеры государства, да, лидер, самый главный, вот признал, ну, некое и существование, да, и такой элемент общественный, и присоединился к нему, то есть, это, ну, для нас хороший показатель, ну, некая, там, благодарность за заслуги, то есть, перед отечеством. Ну, а так, честно говоря, эту ленточку ему кто-то передавал, или это вот сугубо заслуга его администрации? А его администрации, то есть, это действительно, да, инициатива администрации, и, ну, я считаю, что хорошая, потому что, ну, в конце концов... Ну, скажи, нет возможности передавать Владимиру Владимировичу ленточки, послания и сообщения, мы были бы очень рады этому, наверное. Здесь и нет ничего страшного, то есть, церемониал из этого никто не делал, действительно, во время акции. У нас мэр Москвы, Сергей Семенович Собянин, просто проезжая мимо точки, остановился, вышел, взял у волонтера ленточку, в общем-то, сел и уехал, да. И мы об этом узнали через два дня, когда пришел волонтер за новую партию, и такой, а, кстати, тут Собянин останавливался. И мы действительно потом узнали, что... Поэтому здесь это хорошо, что и такие вот нормальные общественные дела просто вот так по... Ну, то есть, все мы люди, и так вот по-человечески поддерживаются, в том числе и руководством города и страны. Ну, с Собянином совсем красивый сюжет получился, прям как из фильма. А есть ли у вас какие-то свежие данные о том, как в целом статистически, как россияне относятся к этой акции? Вы... Я вот видел только в ЦОМовске за 2010 год, может быть, у вас есть что-то посвежее? Ну, какой-то в ЦОМ и в этом году делал, или какой-то портал был. Да, там были похожие цифры. Были цифры, что не изменилось положение, даже что-то улучшилось отношение, больше людей присоединилось среди тех, кто сомневался или не знал. Но я это не укажу. То есть, источник просто, как фонд в период акции слышал по одной из радиостанций, то есть, не помню по какой. Ну, в целом, с 2005 года вы этим занимаетесь? Динамика какая? Что больше узнают, больше участвуют? Конечно. У нас первые годы было... Ну, то есть, все... Ну, я не знаю, все и не все. История вроде известна о том, что когда в первый год мы проводили акцию, никто не проводил всероссийскую акцию с замахом на международный охват. Это была ленточка, которая должна была пригласить людей на сайт 9май.ру, чтобы посмотреть оцифрованные материалы, связанные с войной. И на тот момент не более того. И то, что это переросло в такую вот действительно грандиозную акцию, для нас еще непривычно и как-то даже необычно и непривычно какие-то элементы этого. Несколько лет люди привыкали к этому символу. Это был первоначальный какой-то флешмоб, и когда ни у кого не было, это действительно был ажиотаж. Было какое-то время, когда ленточки уже начали все повязывать, и появились люди, которые раз все повязывают, я не буду там повязывать. Потом были моменты, когда вроде ленточка есть, люди знают, но не знают, не думали, не задумывались о том, как ее носить, с каким отношением, что это значит. И были какие-то перегибы, когда ее непонятно куда вязали или еще что-то. Были такие годы, а сегодня почти все знают, что такое ленточка, все знают, что не надо ее вязать в шнурки или еще что-то. Это не сразу получилось и не сразу очевидно было всему обществу. К этому мы шли вот 8 лет. А вот это представление о том, что ситуация изменилась, что больше не привязывают к ботинкам, не обвязываются этими ленточками с ног до головы. Интернет все фиксирует, фотографии эти, я думаю, вы так же, как я видели. Те же фотографии гуляют, это Санкт-Петербург, да, там 4 года назад, когда действительно неудачная организация этого всего и желание вот как-то, не знаю, выслужиться или как-то показать особенность себя в Санкт-Петербурге, да, вылилось то, что на площадь действительно раздали пачками эти ленточки. Этими ленточками молодежь и подростки, которые там в обилии тусуются, были навязаны как елки там вовсю и куда угодно, да, и люди так действительно несколько дней ходили. И вот эти фотографии тогда, в общем, мы ездили тогда в Санкт-Петербург, разговаривали с ЗАГС-собранием, там, с представителями, со всеми, чтобы, как бы, если внимательнее они отнеслись к этому, в общем, с тех пор вроде такого не повторялось. Если такие разовые случаи, ну, их не избежать, люди разные, да, мы с вами должны понимать, здесь тормоз, он в голове у каждого, если его нет или он там поздно срабатывает или слабый, то этого не избежать, но, собственно говоря, мы все разные люди, и это, наверное, тоже плюс, что мы такие все разные. Ну, вот это изменение отношения, оно чем обусловлено? Какой-то вашей разъяснительной работой или... В том числе, да, есть, изначально делалось, делалось, были акценты, то есть есть кодекс акций Георгиевской ленточки, да, есть на сайте информация там общая о том, обо всем этом. Мы в первые годы делали листовочки, чтобы вместе с ленточкой раздавали о том, куда привязывать, куда смотреть, там, что это значит. Постепенно, да, наверное, с участием этого, ну, и совершилась, наверное, некая общественная договоренность, потому что при всем... При том, как бы, мы какой-то один смысл вначале, да, вклали, в процессе жизни ленточка прибрала много новых смыслов, да, она, как действительно упоминали сегодня, где-то это и выражение протеста было надеть ленточку, где-то это даже провокацией, да, считается. Она в разное время разные, и в разных странах разный смысл носила. Для нас здесь это один смысл, для наших соотечественников за рубежом это немного другой смысл. Поэтому я думаю, что это, наверное, будет в процессе развиваться, и, может быть, что-то будет меняться. Да, сердце, сердце ленточки в том, что мы помним, гордимся, что кровью наш советский солдат спас мир от фашизма, а нам завоевал свободу, да, свободу самим определять, как жить и как, в общем, строить свое будущее, да, в стране как в государстве и для каждого там лично и так далее. Для многих здесь это, если даже не так, наверное, пафосно сказать, это просто символ памяти о дедушке или там бабушке, прабабушке, прадедушке или прапрадедушке сейчас для многих, которые воевали и погибли на этой войне. И вот, наверное, вот этим такой многогранностью смыслов, в общем, обусловленной, наверное, и популярность ленточки, и то, как она будет, наверное, развиваться в будущем. Общество у нас тоже разное, все должны понимать, вот тот же ВКонтакте, да, крупнейший сайт поддержал акцию в этом году, позволил пользователям повязывать георгиевские ленточки. В то же время 9 мая ее один из владельцев и руководитель Павел Дуров говорит о том, что 9 мая Сталин, в общем, получил возможность, отобрал возможность у Гитлера репрессировать советский народ. То есть, ну, разные взгляды, общество тоже немного разделено по итогам персоналей, да, по поводу персоналей Великой Отечественной войны, по поводу ее итогов. Поэтому тут ленточки получается объединять больше, чем разделять, на самом деле, как в России, так и за рубежом. Ну, ваша же позиция, я имею в виду позиция вообще этой акции, что она находится вне политики. Да, мы как можем дистанцируемся и дистанцируем всех желающих ее туда присовокупить, от политики, от коммерции. Не всегда, конечно, получается, потому что акция стала в хорошем смысле брендом, и у многих есть желание заработать себе политический капитал на ней, но мы работаем над этим. Последний вопрос, очень коротко, у нас время подходит к концу. Наверное, надо было задать его вначале, задаю сейчас. Как вообще появилась идея использовать именно георгиевскую ленточку? Ну, это... Очень удачно она появилась. Да, появилась вовремя. Реа Новости, там Наталья Лосева, сотрудник, сейчас уже сотрудник аргументов и фактов, придумала, в общем, вживую произвести вот тот элемент многих советских плакатов, которые мы всегда видели, то есть георгиевская ленточка, она всегда была, но на плакатах, но ее не было вот вживую. Да, и тогда мы придумали способ недорогого производства, тогда было единственное предприятие, было тогда, которое согласилось под технологию что-то придумать, вместе выдумали, придумали, так появились, в общем-то, первые ленточки. Был написан кодекс акции, был, в общем, сформулированы первые некие посылы всего этого. Вот, постепенно появлялись и предприятия, и текстильные, которые уже были готовы доизготавливать ленточку, постепенно менялся и оргсостав организаторов, тех, кто, да, но это всегда был коллектив студенческой общины и коллектив Реа Новости в том или ином составе, да, в зависимости от года, которые вместе вот так проводили. Реа Новости об этом больше говорили, а мы были руками, те, кто эту ленточку делал, раздавал, в общем, как-то комментировал. Понятно. Спасибо вам огромное за содержательную беседу. Напоминаю, в студии были лидеры региональной общественной организации социальной поддержки молодежи, студенческой общины Василий Овчинников и вице-президент студенческой общины Михаил Арутюнов. Также в студии был Артём Ковзев. Всего доброго. Продолжение следует...